Представьте, вы выходите из своего дома, но вместо крыши над вами толстый слой земли. Кажется, что вы живете под землей, но при этом дышите свежим воздухом. У вас светло, просторно и тепло. Фантастика? Совсем нет! Сегодня мы разберемся, как строят подземные дома, в которых не душно, не сыро и не мрачно. Мы узнаем, какую роль при строительстве землянок играет воздух и вообще, насколько реально сделать комфортное жилье под землей. Помимо этого, я расскажу вам о крайне любопытной технологии строительства, которая заключается в надувании дома. Так что устраивайтесь поудобнее, будет увлекательно. Вообразите себе дом, который не боится ни палящего солнца, ни лютых морозов, ни даже самых капризных погодных условий. Звучит как мечта? На самом деле, это реальность для тех, кто выбирает жизнь под землей. Давайте разберемся, почему все больше людей решают спрятать свои жилища под покровом земли. Во-первых, это настоящая крепость против природных катаклизмов. Подземные дома стойко переносят ураганы, землетрясения и даже наводнения. Все дело в том, что земля служит естественным щитом, защищая от сильных ветров и сейсмических толчков. Так что, пока соседи укрепляют крыши перед бурей, вы можете спокойно наслаждаться чашечкой чая в своем уютном убежище. Во-вторых, жить в подземном доме – это экономить на коммунальных услугах. Земля обладает замечательным свойством поддерживать стабильную температуру. Это значит, что в вашем подземном доме зимой будет тепло, а летом прохладно. Затраты на отопление и кондиционирование снижаются, а ваш кошелек остается довольным. Не стоит забывать и об экологичности. Строительство подземных домов минимально влияет на окружающую среду. Нет необходимости вырубать леса или нарушать природный ландшафт. Более того, на крыше такого дома можно разбить сад или огород, возвращая природе то, что было занято под строительство. А как насчет тишины и уединения? Земля отлично поглощает звуки, поэтому никакие шумные соседи или городская суета не потревожат ваш покой. Это идеальное решение для тех, кто ценит спокойствие и хочет отдохнуть от внешнего мира. Но неужели все так прекрасно? Очевидно, что это не так. У подземных домов есть множество минусов, о которых обязательно знать перед тем, как взяться за строительство. Проблемы подземных домов и роль воздуха Допустим, что вы решили построить дом под землей. Тишина, стабильная температура, полная гармония с природой. Но под землей есть свои нюансы, особенно когда дело касается воздуха. Давайте разберемся, какие проблемы могут возникнуть и как воздух становится ключевым игроком в решении этих задач. Первая и, пожалуй, самая важная проблема – вентиляция. В обычном доме окна на стэш. И вот он, свежий бриз. А под землей? Окна, мягко говоря, проблематично установить. Без правильной вентиляции воздух застаивается, а это порождает неприятные запахи и, как следствие, потенциальную угрозу здоровью. Каково же решение? Современные системы вентиляции, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха и удаление отработанного. Вторая проблема – влажность. Земля вокруг может быть щедро на влагу, и без должной изоляции ваш уютный подземный уголок рискует превратиться в сауну. А где влажность, там и плесень. Плесень – это не только испорченные стены, но и потенциальные проблемы с дыханием. Поэтому важно не только правильно изолировать стены и пол, но и установить системы контроля влажности. Например, никогда не помешают хорошие системы осушения воздуха. Теперь о температуре. Под землей температура более стабильна, но это не значит, что можно забыть о климат-контроле. Системы вентиляции с функцией подогрева или охлаждения воздуха помогут поддерживать комфортную атмосферу в любое время года. Думаю, что теперь стало понятно, что подземный дом – это сложная система, требующая внимания и заботы. Зато с правильным подходом ваш подземный дом станет не только укрытием от внешнего мира, но и настоящим оазисом комфорта. Инновационные технологии с использованием воздуха. Вы спускаетесь в свой подземный дом, а там свежий воздух, комфортная температура и никакой сырости. Кажется, что это магия, но на самом деле результат применения современных технологий. Давайте погрузимся в мир инноваций и узнаем, как воздух помогает создавать идеальные условия под землей. Начнем с геотермальных тепловых насосов. Эти умные устройства используют постоянную температуру земли на глубине для обогрева или охлаждения вашего жилища. Как это работает? Специальный теплоноситель циркулирует по трубам, проложенным под землей, и в зависимости от сезона, либо поглощает тепло из грунта, либо отдает его обратно. Это не только обеспечивает комфортную температуру в доме круглый год, но и значительно снижает расходы на энергию. Теперь перейдем к вентиляции. В подземных домах свежий воздух. Это не роскошь, а необходимость. Современные системы вентиляции с рекуперацией тепла позволяют не только обеспечивать постоянный приток свежего воздуха, но и сохранять тепло внутри помещения. Это значит, что зимой вы не выпускаете драгоценное тепло наружу, а летом не впускаете жару. Экономия и комфорт в одном флаконе. А как насчет очистки воздуха? Здесь на помощь приходят канальные бактерицидные установки, такие как Tion Eco. Они не только фильтруют пыль и вредные вещества, но и обеззараживают воздух, защищая вас от бактерий и вирусов. Здоровье вашей семьи будет под надежной защитой. Интересно, что технологии, связанные с воздухом, применяются не только внутри дома, но и при его строительстве. Например, технология пустотообразователей COBI-AX позволяет создавать легкие и прочные перекрытия, уменьшая нагрузку на конструкцию и экономия материалы. Это особенно важно при возведении подземных сооружений, где каждый фунт имеет значение. И, конечно, нельзя не упомянуть о концепции пассивного дома. Это здания, которые, благодаря продуманной конструкции и использованию современных технологий, потребляют минимальное количество энергии для отопления и охлаждения. Воздухонепроницаемая оболочка, эффективная вентиляция и использование солнечной энергии делают такие дома не только экологичными, но и экономически выгодными. Таким образом, воздух в подземном строительстве – это не просто пустое пространство, а мощный инструмент, который при грамотном использовании превращает подземный дом в уютное, энергоэффективное и здоровое жилище. Технологии не стоят на месте, и кто знает, какие еще воздушные инновации ждут нас в будущем. Ну а если вы хотите узнать о новых технологиях строительства еще больше, то я советую обратиться к специалистам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом услуг, от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Общие рекомендации по построению дома под землей Наконец-то вы решили построить свой дом под землей. Казалось бы, копай яму, накрой сверху и готово. Но не все так просто. Чтобы ваш подземный дом был комфортным, долговечным и безопасным, нужно учесть несколько важных нюансов. Первое правило. Правильный выбор места. Строить землянку в низине или рядом с рекой – плохая идея. Вода всегда найдет способ испортить вам жизнь, затапливая жилище и разрушая его стены. Идеально, если грунтовые воды залегают не меньше, чем на 5 футов ниже уровня земли. А вот вечная мерзлота – вообще не вариант. Тут либо все растает и поплывет, либо промерзнет так, что ни лопатой, ни техникой не справится. Второй важный момент – ориентация дома. Выход лучше располагать на южной стороне, чтобы солнце обогревало и освещало вход. А если планируются световые шахты или окна, важно заранее продумать их расположение, чтобы солнечный свет попадал внутрь хотя бы треть светового дня. Без этого дом может превратиться в вечное сумеречное царство. Теперь поговорим о фундаменте. Пол землянки должен находиться минимум в полутора футах над уровнем грунтовых вод. В современных проектах обычно закладывают дренажную систему, чтобы не собирать внутри коллекцию луж после каждого дождя. Стены – это основа надежности. Их укрепляют различными материалами – от дерева и мешков землей до кирпича, бетона или самана. Главное, чтобы конструкция была прочной и выдерживала давление грунта. Крыша – это не просто крышка от кастрюли. В традиционных земляных домах ее держат опоры и балки. Но если вы строите капитально, можно установить полноценную стропильную систему. И, наконец, самое важное – воздух. Без вентиляции подземный дом превратится в душное влажное убежище. Поэтому обязательно нужно предусмотреть приточно-вытяжную систему или, что еще лучше, установить принудительную вентиляцию. Она обеспечит свежий воздух и избавит от излишней влаги. Итак, чтобы построить идеальный подземный дом, нужно продумать место, освещение, дренаж, стены, крышу и вентиляцию. Записали? Идем дальше. Примеры реальных подземных домов Начнем со Швейцарии, где архитектор Питер Ветш создал серию подземных экодомов. Эти жилища буквально сливаются с ландшафтом, становясь частью природы. Благодаря земляному покрову дома обладают отличной теплоизоляцией, что позволяет поддерживать стабильную температуру внутри круглый год. Это не только уютно, но и экономично с точки зрения энергозатрат. Принесемся в Испанию, где находится дом Каан Терра. Этот уникальный проект представляет собой преобразованную заброшенную каменоломню. Архитекторы превратили ее в современное жилое пространство, сохранив при этом природную красоту и текстуру камня. В результате получился дом, который одновременно является и произведением искусства, и функциональным жилищем. А как насчет Австралии? В городе Коберпеди многие жители живут в подземных домах, чтобы спастись от экстремальной жары. Эти дома известны как дуг-ауты, вырыты в песчанике и предлагают прохладу даже в самые жаркие дни. Такой подход не только защищает от высоких температур, но и позволяет экономить на кондиционировании. В Соединенных Штатах тоже есть примеры подземных домов. Один из них – энергосберегающий дом Балтоп Дагаут. Построенный с учетом принципов устойчивого развития, этот дом использует преимущество земли для естественной изоляции, что снижает потребление энергии на отопление и охлаждение. В Великобритании можно найти подземный дом, известный как «дом под холмом». Этот экологически чистый дом построен внутри холма и использует солнечную энергию для обогрева и освещения. Благодаря своей конструкции дом практически не виден снаружи, что минимизирует его воздействие на окружающую среду. Описанные мною примеры показывают, что подземные дома – это не только способ скрыться от внешнего мира, но и возможность жить в гармонии с природой, используя ее ресурсы для создания комфортного и устойчивого жилья. Кто знает, возможно, будущее архитектуры кроется именно под нашими ногами. Кстати, о будущем. Какими будут подземные дома? Представьте себе город будущего. Вместо небоскребов, устремленных ввысь, подземные улицы, парки и жилые кварталы. Представьте себе город будущего. Вместо небоскребов, устремленных ввысь, подземные улицы, парки и жилые кварталы. В условиях стремительного роста населения и урбанизации, архитекторы и инженеры все чаще обращают взоры под землю, рассматривая ее как перспективное пространство для развития городов. Подземные дома и сооружения могут стать ключом к решению многих современных проблем мегаполисов. Одним из главных преимуществ подземных строений является их энергоэффективность. Земля естественным образом поддерживает стабильную температуру, что позволяет существенно снизить затраты на отопление зимой и охлаждение летом. Например, в Париже подземные помещения сохраняют температуру около 57 градусов по Фаренгейту, независимо от сезона, что делает их идеальными для различных целей. Кроме того, подземные дома гармонично интегрируются в природный ландшафт, минимизируя воздействие на окружающую среду. Они позволяют сохранять зеленые зоны на поверхности, что особенно важно в густонаселенных городах. В Сингапуре уже переносят под землю важные объекты инфраструктуры, такие как нефтехранилища и системы охлаждения. Тем самым освобождается место на поверхности для парков и жилых районов. Однако строительство подземных домов сопряжено с рядом технических и социальных вызовов. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, освещение и гидроизоляцию, чтобы создать комфортные условия для жизни. Кроме того, важно учитывать психологический аспект проживания под землей и разрабатывать пространство таким образом, чтобы оно было светлым, просторным и уютным. Несмотря на эти трудности, интерес к подземной архитектуре продолжает расти. Возможно, в недалеком будущем мы станем свидетелями появления целых подземных городов, где люди будут жить, работать и отдыхать, используя преимущества жизни под поверхностью земли. Мифы о подземных домах Рассматриваемый нами тип домов манит воображение и порождает множество мифов. Давайте развенчаем некоторые из них и узнаем, что скрывается под землей. Миф первый. Подземные дома – это темные и сырые пещеры. На самом деле подземные дома могут быть светлыми и уютными, благодаря современным технологиям и архитектурным решениям. Теперь землянки оснащены качественной вентиляцией и освещением. Еще раз вспомним австралийский Куберпеди, где жители вырыли свои дома в песчаники, чтобы укрыться от палящего солнца. Внутри их домов поддерживается комфортная температура, а дневной свет проникает через специально оборудованные отверстия. Миф второй. Подземные дома небезопасны и подвержены затоплениям. Наоборот, грамотное проектирование и строительство обеспечивают безопасность подземных домов. В местах с высоким уровнем грунтовых вод, например, в Курске, подземные ходы использовались для связи между оборонительными сооружениями и обеспечения тайного прохода в крепость. Эти ходы были настоящими инженерными сооружениями, с защищенными от проникновения вентиляционными каналами. Миф третий. Подземные дома – это пережиток прошлого, не имеющий отношения к современности. На самом деле подземное строительство активно развивается и в наши дни. В Москве, например, существуют подземные пространства с развитой инфраструктурой, с множеством магазинов и культурных центров. Удивительно, не правда ли? Миф четвертый. Подземные дома – это исключительно холодные и неудобные помещения. Современные технологии отопления и изоляции позволяют создавать в подземных домах комфортные условия. В некоторых городах, например, в Криково, Молдово, поддерживается стабильная температура подземных помещений. Это идеально подходит для хранения вина. В Криково расположены одни из крупнейших винных погребов мира, протяженностью около 124 миль. Подземные дома – это не только интересная альтернатива традиционному строительству, но и отражение человеческой изобретательности и стремления к комфорту. Они сочетают в себе безопасность, энергоэффективность и уникальность, предлагая новые перспективы для городского развития. Дома из воздуха. Представьте себе дом, который можно надуть, как воздушный шар, а потом сдуть и перевести в другое место. Звучит как фантастика, но ученые из Омского научно-исследовательского института строительных материалов и конструкций утверждают, что это реальность. Они разработали уникальную технологию надувных домов, которая перевернет представление о современном строительстве. Основу таких домов составляет прочный полимерный материал, который, будучи заполненным воздухом, принимает заданную форму и сохраняет ее. Эти конструкции удивительно легкие, но при этом невероятно прочные. Им не страшен сильный ветер, снегопады и даже небольшие землетрясения. А еще они отлично удерживают тепло, что делает их пригодными для жизни в любых климатических условиях. И самое главное – никакого фундамента. Надувные дома не требуют масштабных строительных работ и не наносят вреда окружающей среде. Особенно популярными среди покупателей уже стали надувные коттеджи. Эти дома – не просто временное укрытие, а полноценное жилье с несколькими комнатами, верандой и даже балконами. Владелец может буквально надуть свой дом на новом месте, если захочет сменить обстановку. Это идеальный вариант для загородного отдыха, туристических баз или даже временного жилья после стихийных бедствий. А если коттедж кажется слишком большим, всегда можно выбрать компактный дачный домик. Он подходит для походов, научных экспедиций или в качестве временного жилья во время строительства основного дома. При этом материал таких домов абсолютно безопасен и экологичен, а стоимость в несколько раз ниже традиционного жилья. Но это еще не все. Ученые не собираются останавливаться на достигнутом. Они уже проводят эксперименты с многоквартирными надувными домами и даже рассматривают возможность строительства надувных небоскребов. Как скоро мы увидим первые надувные кварталы – вопрос времени. Но одно можно сказать точно – такие дома – это не просто смелый эксперимент, а реальное будущее архитектуры. Сегодня мы убедились, что комфортные подземные и надувные дома – это не фантастика, а реальность. Их преимущества очевидны – безопасность, энергоэффективность, стабильная температура и дешевизна. Современные технологии решают все вопросы – от вентиляции до контроля влажности, а геотермальные насосы и системы очистки воздуха делают такие дома комфортными для жизни. Поэтому, если вы когда-нибудь задумаете поселиться под землей или в замке из воздуха, вас не сочтут сумасшедшим. Ведь такие технологии будут повсеместными. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные темы. Спасибо, что были с нами и до встречи в следующем видео.